Пока одни утопают в мусоре, другие делятся опытом, как навести чистоту в своем районе. Первоуральцы ищут способы борьбы со стихийными свалками. Сегодня одни, как правило, образуются в частном секторе. Что нужно сделать, чтобы вокруг была чистота, расскажет Таисия Пономарева. Рядом с респектабельными коттеджами совсем уж неприглядная свалка. Местные жители жалуются. Сколько живут здесь, столько и страдают. Осенью установили пару баков. Свалка в размерах уменьшилась, но не исчезла. Мы очень благодарны, что нам контейнера установили хотя бы два. Хотя этого мало, потому что еще ведь носят садов. С каких садов? Вот, пожалуйста, сады. Вот этот сад? А вот и не сады, да? Вот эти сады, они тоже сюда носят. У них, по всей вероятности, не установлены баки для мусора. Председатель уличного комитета говорит, чтобы поставить эти контейнеры, жители должны были заключить договор с компанией по вывозу мусора. Процесс запустили, но идет он со скрипом. Каждый дом ходила, заключала договор сама лично, объясняла людям. Но мне все, ну 70-80% людей заключили. Сейчас остальные вот сейчас уже смотрят, что да, действительно, у нас порядок. Мне кажется, все заключат договора. И сумма смешная – 40 рублей с человека. Мусора стало меньше, правда, избавиться от него полностью не получается. Рядом с баками то и дело оставляют крупногабаритные отходы, которые в обычные контейнеры не помещаются. Крупногабаритные отходы в частном секторе, они занимают, наверное, где-то, может быть, 60%. Потому что кто-то строится, идет кругом стройки. Строительные отходы, значит, где-то разбирают бани, убирают шифер. И они непосредственно складывают. Вечерами их поджигают, и тут действительно возникает определенное, значит, задымление. Чтобы решить проблему с многолетней свалкой, решено установить на этом месте контейнеры для крупногабаритных отходов, куда поместится любой мусор. На заседании уличных комитетов, исполняющий обязанности главы администрации Первоуральска, совхозу пообещал. Их несанкционированную свалку уберут, но в последний раз. Дальше убирать придется самим. Вы же понимаете, культура воспитывается, если не через голову, то через руки, ноги и физический труд. Обсудили в администрации ситуацию в других районах города. На сегодняшний день мусором завалены окрестности Магнитки, Талицы, не говоря уж об отдаленных поселках. Все дело в том, что компании по сбору мусора эти места объезжают стороной. Обслуживать территории участники готовы, но вот жители поселков не хотят платить. В Кузино, последний раз мы были на прошлой неделе, собирались. Там у них 1800 домовладений и пришло 6 человек. Представляете, то есть какое отношение. Они просто не хотят ни разговаривать, ни платить. Им лишь бы любые аргументы, чтобы платить не будем, вы должны все делать бесплатно. Микрорайон, в который сегодня ставят в пример всем, это Динос. Там проблему мусора решили просто. Жители выставляют мешки возле домов и перевозчики в определенное время их забирают. Настолько люди поняли, что как это здорово. Вот кто-то же работает по субботам, не успеют выбросить. Выставляют просто этот мусор в своих пакетах в любых. Грузчики, погрузчики выходят сами, закидывают этот мусор. И, вы знаете, проблем нет. В компаниях по вывозу мусора отмечают, работают так, как удобно людям. Готовы вывозить мешки с мусором от частных домов или устанавливать контейнеры. А кто-то заказывает на весь поселок грузовик и вывозит мусор раз в полгода. Вариантов несколько. Главное – желание жителей навести порядок на своей территории. Таисия Пономарева, Евгений Шилов, Служба народных новостей.